Весна – пора обновлений. В Старом Осколе начинается строительно-ремонтный сезон. Преобразить предстоит 88 километров дорог, 42 многоэтажных дома, 30 дворов, 5 общественных пространств. Помимо этого, перерождение ожидает улицу Пряченко. В скором времени продолжат благоустройство набережной реки Оскол. Об этих и других планах в репортаже Марии Шелеповой. Набережная реки Оскол сразу за мостом сегодня выглядит удручающе. Высокие заросли, буквально горы мусора. Но в этом году все изменится. В скором времени начнется строительство красивой современной территории от автомобильного моста до моста для пешеходов рядом с улицей 17 героев. Проект уже разработан, уточняются детали и документация. Это пространство будет отличаться от набережной. Акцент на естественность, природу. Растительность здесь густая, но в основном сорная и бесполезная. Перед началом работ деревья обследуют и оставят здоровые и безопасные. Организация понтонных выходов непосредственно на саму воду и мест отдыха. Укрепление обязательно будет, в том числе и будет за счет высадки многолетних растений. Мы именно предусматриваем многолетние деревья, многолетние кустарники, которые требуют минимума ухода. Они цветущие, они более оживучие для нашей полосы. И эта территория будет довольно-таки красивой и приглядной. Территория бывшего маслозавода на улице Пряченко, по словам главы администрации Старого Оскола Александра Сергеенко, одна из депрессивнейших площадок города. Здания в плачевном состоянии уже снесены инвесторам, купившим этот участок. Здесь расположится крупный строительный магазин и сетевая заправка. Одно из условий сохранения пешеходной связи с проспектом Молодежным. И наконец-таки откроется сам фронт улицы. Избавимся мы от вот этого глухого бетонного забора, который у нас на сегодняшний момент имеется. Появится больше воздуха и станет довольно-таки комфортнее. И сам торговый объект будет возведен, но он будет отодвинут вглубь территории, не выходя непосредственно на улицу Пряченко. Когда здесь начался демонтаж, в соцсетях прошла волна возмущения из-за сноса старых зданий. Однако на этой территории объектов культурного наследия нет. Неоднократно совместно с Управлением охраны памятников Белгородской области осматривались эти строения. И в реестр объектов культурного наследия они не были внесены. Также в этом году создадут проект масштабного обновления одного из главных общественных пространств округа. Это площадь Победы, Аллея Героев и Парк Победы, расположенный за стеллой. 7 гектаров. Для сравнения, парк «Зелёный лоб» немного больше 11. Работа предстоит серьёзная. Большая территория, уже существующая планировка. Много взрослых деревьев, которые нужно сохранить. Эти сложности, допустим, в праздничные мероприятия, когда у нас всегда возникает вопрос организации мероприятий, установки праздничной новогодней ёлки той же, и организации сценария поведения людей, которые придут сюда отдыхать. Это и фудкорты, и какие-то торжественные мероприятия. Уже начинаются сложности, потому что то расположение, та компоновка этой территории, она уже не отвечает современным требованиям. Поэтому мы хотим её пересмотреть и сделать наиболее удобной, наиболее комфортной. В планах сделать территорию более притягательна не только в праздничные дни, но и для ежедневных прогулок. К проектированию хотят привлечь, помимо староскольских и белгородских специалистов, ещё и организации из Москвы и Санкт-Петербурга. И обязательным условием это восстановление, восстановление и сохранение фонтана. Вот этот каскадный фонтан замечательный, он даже в своём роде, можно сказать, уникальный для нашей области. Поэтому его обязательно нужно сохранять и восстанавливать. Фонтан возле были тоже обязательно. Фонтаны – это такая замечательная вещь, точка притяжения, которая всегда радует жителей, в том числе и в жаркую погоду летнюю, и детей. Также на территории Парка Победы расположатся детские спортивные площадки.